Герой сегодняшнего выпуска, прославленный якутский борец вольного стиля Павел Пениген выступал на крупных борцовских коврах и встречался с сильнейшими борцами планеты своего поколения. За свою борцовскую карьеру ему покорились всевозможные соревнования, чемпионаты СССР, международные турниры, чемпионаты Европы и мира, а также Олимпийские игры 1976 года в Монреале. Павел Пениген родился в 1953 году в селе Деринг в Якутии. Борьбой начал заниматься с 1964 года, а с 1966 года его наставником стал именитый советский тренер Дмитрий Коркин. Один из самых запоминающихся моментов в карьере якутского борца произошел уже через 6 лет. В 1972 году 19-летнему Павлу Пенигену выпал шанс принять участие в мащевой встрече Соединенных Штатов Америки и Советского Союза в Нью-Йорке. В его весовой категории с противной стороны был заявлен трехкратный чемпион США, победитель панамериканских игр, чемпион мира и Олимпийских игр 1972 года в Мюнкене Дэн Гейбл. Сильнейший на тот момент борец. Перед поединком друзья по команде Пенигена сочувствующим голосом сказали ему «Ну давай, попробуй как сможешь». Только начали отсчитывать секунды табло, как Пениген дернул противника за голову вниз, тот почти потерял равновесие и рефлекторно выпрямился. Ожидавший такого момента якутский борец нырнул под правую руку и одновременно за шагиванием левой ноги соперника опрокинул его прямо на лопатки. Чистая победа. Но, к сожалению, тот бросок не засчитали. Поединок продолжился, завершившись победой опытнейшего американца. В тот период Павел Пенигин достаточно долгое время не мог стать чемпионом различных крупных соревнований. Он все время брал серебряные медали. Кубок мира, Всемирная универсиада, чемпионат СССР, международные турниры в Тбилиси и Тегеране. Все они ознаменовались вторыми местами на пьедестале. Но в 1975 году он, наконец, завоевывает золото Спартакеады народов СССР и начинает большую международную карьеру. На Олимпийских играх 1976 года в Монреале якутианин Павел Пенигин в первой схватке выиграл у двукратного серебряного призера чемпионата мира Шабана Шейди из Югославии 8-3. Во втором круге Пенигин в нелегкой схватке победил двукратного чемпиона Европы борца из Турции Мехмета Сары со счетом 10-3. Третью схватку якутский борец пропустил, так как он был свободным от схватки, а далее победил монгола Цедэндамбына Нацангрожа 6-5. Но затем в сложнейшей схватке якутианин уступил со счетом 5-5 японскому борцу Ясоборо Сугавара. Пенигин сумел реабилитироваться результативной победой над малоизвестным ему Рами Мираном из Израиля. Схватка завершилась досрочно и у якутского спортсмена осталась одна важнейшая схватка – финал с Ллойдом Кизером из Соединенных Штатов Америки. Из заранее полученных предупреждений нужно было победить с большим отрывом, либо положить соперника на лопатки. И ему это удалось, закончив финальный поединок со счетом 12-1. В этой весовой категории еще балл завоевывает Павел Тенигин. В этой весовой категории тоже добиться хорошего результата. Поставили еще балл, предупредили Кизера за неведение борьбы. 12-1. Разрыв. Убедительный вот там у предупреждений встает Аслан Анзиев. Уже, в общем-то, празднуем, наверное, победу Павла Тенигина, празднуем вторую золотую медаль нашей Олимпийской сборной. Борец из Якутии, 23-летний Павел Тенигин поднялся на высшую ступень педестала Олимпийских игр в Монреале. Отвечая на вопрос, какие чувства его тогда переполняли, Пенигин говорил, «Победивший Олимпийские игры – это не просто лучший. Даже пятикратный чемпион мира Али Алии в три раза выступал на Олимпиаде, но не стал даже призером. У человека есть 8 сторон – бог, предки, народ, тренировки, учителя, отношения, стремления и интеллект. Они, как земной шар, образуют крепость вокруг тебя. Лишь целостность дает тебе возможность стать Олимпийским чемпионом. Если ты пропустил тренировку, гулял или выпил, то возникает некая дыра в этом шаре, из которой сочатся слабость и неуверенность. Ты должен быть воином, рыцарем, патриотом. Лишь тогда можешь подняться на самую вершину». Ну а говоря о своей фирменной технике, он сказал следующее. «Бороться не останавливаясь, нагружая соперника и применяя скорость. Вот моя техника». Быстрота борца побеждает грубую силу. У победителя всегда должен быть постоянно атакующий стиль. Ведь лучшая защита – это нападение. Не важно, проигрываешь ты или выигрываешь по ходу встречи. Нужно всегда идти вперед. Не давать противнику шанса отдышаться. Это самый правильный и безошибочный стиль. Это формула победы. В общем, за свою карьеру Пенигин завоевал такие титулы. Олимпийский чемпион 1976 года. Трехкратный чемпион мира 1975, 1977 и 1978 годов. Дважды обладатель Кубка мира в 1976 и 1977 годах. Чемпион Европы 1975. Серебряный призер Кубка мира 1972. Серебряный призер Всемирной универсиады 1973. Чемпион СССР 1976. Серебряный призер чемпионатов СССР 1974, 1977, 1978 и 1980 годов. Чемпион Спартакиады народов СССР 1975 года. Серебряный призер Спартакиады народов СССР 1979 года. И чемпион мира среди ветеранов в 1993 году.